Всех приветствую, это Джейсон Ти Ви, я Сергей Корзун. Сегодня в гостях в нашей студии генеральный директор ПТС России Андрей Шолохов. Андрей, здравствуйте. Здравствуйте, Сергей. Рады вас видеть в нашей студии. Сегодня увлекательная тема интернет вещей и о самых разнообразных вещах и о вашей компании, понятно, что будем говорить. ПТС. Правильно ли я понимаю, что основное направление деятельности этой компании до последнего времени, в течение долгого времени, это было то, что называется простым языком техническая документация, если не брать вот эти сокращения разные. Или нет, или неправильно. Давайте, говорите сами. И да, и нет, как обычно. То есть, если говорить глобально, то ПТС продает совершенство продуктов и услуг. Делает она это разными способами. В первую очередь, если мы говорим о продукте, то это создание нового продукта, то есть, что в России называется там окр-неокр. То есть, здесь есть, конечно, большая часть подготовки технической документации, как структура изделия, так и состава изделия, но есть и большая часть технической подготовки производства. То есть, любое проектирование делается для того, чтобы что-то произвести. Делаем программное обеспечение, которое позволяет связать очень многих людей в конструкторском отделе и на производстве. Для чего это делается? Для того, чтобы, во-первых, повторно использовать те узлы и детали, которые можно повторно использовать. Устранить излишние циклы при разработке, ну, допустим, конструктора что-то сделали, все это передается материаловеду, а материаловед отвечает им, ребята, вот эта балка просто не выдержит такого давления. Ну-ка, давайте возвратим. То есть, если подключить материаловеда, логиста и прочие такие специальности производственные заранее на ранних этапах, то можно исключить вот такие ошибки и серьезно уменьшить срок разработки нового продукта. На нашем форуме, который проходил недавно, был наш клиент ЦСКВ Прогресс, господин Филатов. У них результат такой. Раньше они занимались разработкой нового продукта 6 лет, сейчас это стали за полтора-два года. То есть, это уменьшение в три раза, это серьезные, это серьезная экономия по бюджету. Можно гораздо чаще выпускать новые продукты, можно завоевывать рынок. Кроме того, так как формируется единый электронный архив информации, то можно делать некие дополнительные вещи. Управлять качеством продукции, управлять себестоимостью продукции. Можно вести разработку в разных географических зонах. Токио, Нью-Йорк и прочее. Это первое. Во-вторых, ну, мы говорим о сервисе, а так как техническая документация на этапе разработки, можно ее использовать на этапе, ну, скажем так, оптимизации сервисных затрат, то, естественно, предприятие... Обслуживание, да? Обслуживание. После продажного обслуживания, то, естественно, можно оптимизировать затраты на данном этапе. ПТС появилось 30 лет назад. Это был наш эмигрант из Санкт-Петербурга, Семен Гейсберг, основатель ПТС. Он решил очень маленькую задачу. Он сделал так, что конструктора работают не с геометрическими объектами, прямая, кривая и так далее, а работают уже с конструкторскими элементами. В том числе описывается как один элемент, соединен с соседними. Это позволило решить очень большую задачу на этапе, когда нужно вносить изменения в проект перед сдачей. То есть, если раньше изменения, ну, допустим, увеличение длины какого-то элемента вызывало, в общем-то, порчу всего проекта, потому что элементы были не связаны, нарисованы геометрически, то вот как раз в той системе проинженер первой это было решено. Сами продукты становятся другими. В них появляется программное обеспечение для реализации сложного поведения. И ПТС это фактически единственная компания, предоставляющая полный спектр продуктов, который позволяет одновременно проектировать и механическую, электронную часть, и часть программного обеспечения. Кроме того, моделировать как поведение, так и структуру изделия, его состав, в одном наборе инструментов. Во-первых, действительно есть изменения в самих продуктах, которые можно назвать интернетом вещей. Например, возьмем, ну, обыкновенный автомобиль. Если на заре промышленного автомобилестроения, это, в общем-то, были механические устройства с аналоговым, допустим, операторской панелью, то потом появилась электроника, например, те же стеклоподъемники. Потом появились такие странные вещи, которые мало кто замечает. Допустим, на багажниках появились кнопочки, которые можно нажать, и он сам закрывается. А вот это уже поведение, которое не опишешь просто механикой и электроникой. Почему? Если у вас в багажнике все нормально, никаких препятствий нет, он просто закроется. А вот что делать, если там находится чья-то рука или выпирает некий элемент из багажника? То современные машины должны, с одной стороны, учитывать, что вдруг это какая-то ветка, ее можно просто прогнуть, а вдруг это что-то важное, и нельзя превратиться в гильотину. И у багажника, у обыкновенного багажника появляется программное обеспечение. Ну, это может быть какой-то простой датчик на ограничение, если он превышает какую-то силу, давление. Дело в том, что все варианты просто очень дорого учитывать с помощью электронных компонентов. Кроме того, есть различные региональные особенности. То есть, как оказалось, люди в разных регионах думают, что машина должна вести себя несколько по-разному. И легче сделать одно устройство просто с разным программным обеспечением, которые уже в разные регионы будут продаваться по-разному. То же самое с двигателем. Когда вы выбираете машину в салоне, у вас есть разные двигатели, они стоят разные деньги. В большинстве случаев это механически, электронно один и тот же двигатель. Разница в программной прошивке. Понятно, откуда здесь идет экономия. Вам не нужно производить разные типы двигателей, механика. То есть, энергия затрачивается та же самая. А с точки зрения уже программного обеспечения, вы выпускаете разные продукты, которые, кроме того, можно изменять. Если возвращаться опять же к автомобильной тематике, мы говорим, что такое умная вещь. А когда появляется умная и сетевая, конкретный пример, вот едет машина, вдруг происходит авария, не дай бог. Раскрываются, допустим, все подушки безопасности. Если машина умная, и у нее есть связь, она подает сигнал на пульт. Во-первых, где находится эта машина? Во-вторых, сразу открываются, допустим, все двери, если они были закрыты электронным замком. Поэтому вызываются различные службы спасения. То есть, тот самый золотой час, когда можно спасти человека. Что мы понимаем под интернетом вещей? То есть, мы понимаем некие дополнительные функции, которые раньше были недоступны из-за того, что не было связи. Но для того, чтобы использовать эти функции, сами вещи должны быть, условно говоря, умными. Они должны контролировать либо свое состояние и говорить, смотрите, я большой агрегат медицинский в онкологии, допустим, у меня заканчиваются сменные части. Подвезите мне, пожалуйста, эти сменные части замену, чтобы я не простаивал. Да? Можно сделать? Уже сделано. Вещи должны быть, должны не только смотреть свое состояние, но и состояние вокруг, внешнее воздействие, вот где появляется программное обеспечение. Кроме того, вещи должны работать с неким верхнеуровневой системой. Пример – банкомат. То есть, речь идет о том, что банкомат знает, сколько у него купюр и какого достоинства. Это внутренняя информация. Банкомат работает с пользователем. Он не так может карту засунуть, он неправильный пин-код наберет или деньги не будет забирать из устройства. Но при этом банкомат общается с банковской системой. То есть, он посылает команды, и ему говорят, можно ли этому человеку дать такую-то сумму или нельзя. То есть, вот три уровня. На самом деле, их больше. По большому счету, можно говорить о, допустим, тех случаях, когда сам предмет предоставляет интерфейс третьим лицам для его программирования. Ну, пример – телефон все знают, но это не только телефоны. Это, допустим, станки ЧПУ, это их, в общем-то, функции. Это даже те все спутники, которые летают наверху. Вот тут недавно был проект общественный, когда люди пытались восстановить работу старых спутников, у которых сохранился определенный заряд батареи, перепрошить их, перепрограммировать и заставить делать что-то новое, для чего этот спутник изначально не был приспособлен. Вот вам, условно говоря, умные сетевые вещи. Сейчас модель, когда производитель продает только продукты, зарабатывает на этом деньги, она уже не доминирующая. Даже в России Министерство обороны требует, чтобы продавались вещи по контракту полного жизненного цикла. Что это означает? Это означает продажу вещи и десятилетнего контракта на обслуживание этой вещи. До конца срока жизни ее фактически. Да. Дело в том, что деньги, которые выделяются на эти 10 лет, они сразу забиваются в контракт. И задачей производителя является минимизировать те расходы, которые он несет в будущем. И вот здесь интернет вещей меняет игру. Каким это образом делает? Во-первых, так как продукт умный, то часть ошибок можно устранить перепрошивкой программного обеспечения прямо онлайн. Во-вторых, если происходит некая ошибка, PTC как это происходит, отправляется код ошибки. По данному код ошибки идет в базу знаний о ремонте. Сразу же выявляется потенциальная проблема. Делается запрос на выделение ремонтной бригады. Причем в ремонтной бригаде сразу же собираются те запасные части, которые, скорее всего, нужно будет поменять. То есть речь идет о минимизации выездов вживую ремонтной бригады. Вот на этом уже делаются большие деньги, так как экономятся те средства, которые производитель затрачивает на обслуживание. Объясню, в чем суть дела. На западных рынках, обычно больших промышленных предприятиях, существуют люди, которые называются продакт-менеджеры. Они отвечают за все. За разработку, за финансирование, за конструирование. То есть под ними все вот эти вот вещи происходят. То есть именно эти люди отвечают за то, чтобы не было конфликтов между, допустим, конструкторами и производством. Чтобы одновременно разработка программного обеспечения и разработка механика и электронной части были связаны друг с другом. Просто по оргструктуре в России, к сожалению, таких людей очень и очень мало. То есть приходится работать с главными конструкторами, с главными технологами. Фактически нашим партнерам и ПТС приходится организовывать очень часто на предприятии даже новую оргструктуру. Спасибо вам огромное за этот разговор. Напомню, генеральный директор ПТС России Андрей Шолохов был гостем студии Jason TV. Всем счастливо! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Корректор А.Кулакова